Друзья, начинаем проверку сушки. Собственно говоря, извините меня сразу за то, что будут шерундеть эти все пакеты. Я буду минимально стараться действовать вам на нервы. Сейчас быстренько-быстренько пересмотрю составы на всю эту сушку и расскажу вам, есть ли здесь нормальная сушка, а если нет, то посоветую хотя бы что-то более-менее сносное по составу. Поехали проверять. Начнем с сушки полная чаша. Ужасно ненавижу, когда так состав написан, что его читать невозможно, но будем читать. Если бы это была моя бабушка или мои родители, они бы уже не прочитали однозначно. Мука, сахар, вода, жиры, масло растительное дезодорированное, вода, монодефлицериды, ароматизатор, это типа сливочное масло написано, консерванта, молочная кислота, мак, дрожжи, прессованные и ванилин. Ванилин, вы я против, вы знаете, монодефлицериды тоже не особо хорошо покупать. Я вам говорила, я считалась я здоровым человеком, у меня желудком не все оказалось в порядке, поэтому монодефлицериды мне нельзя. Это товар из сразу, который не проходит проверку, убираю в сторону. Поэтому давайте дальше. Давайте все, что сверху у нас лежит. Крифлип, стараясь минимально шарудеть для вас. Так, мука, сахар, масло подсолнечное рафинированное, соль, разрыхлитель. В принципе, мне не нравится однозначно масло рафинированное подсолнечное, но если мы не найдем ничего лучше, то будем закрывать хотя бы на это лоза. Хотя нельзя на это закрывать лоза, но пусть все равно будете покупать. Поэтому давайте буду выбирать что-то хотя бы более-менее такое себе. Буду откладывать пока на парафоне. И если что, принесу сюда вам. Любляна. Любляна. Да, все правильно. Любляна. Так. Мука, сахар, маргарин, жир, растительный, гидрогенизированный. Дальше дарить стать не буду. Гидрогенизированное масло – это канцероген. Канцерогены вызывают рак. Не так вызывают, так увеличивают ваши риски заболеть раком. Дальше. Хлебодар. Хлебодар у нас мука, вода, сахар, жир, растительный, гидрогенизированный. Гидрогенизированный опять. Нет. То есть гидрогенизированные масла отсекайте вообще во всем своем питании. Уж лучше рафинированное масло подсолнечное. Хотя я тоже против него. Но если вот сравнивать, то разница колоссальная. Давайте, чтобы выше. Киев, хлеб. С маком. Мука пшеничная, сахар, масло рафинированное, мак, соль, дрожжи, ароматизатор, ванилин. Но я против ванилина. Вы знаете, я вам уже говорила, рассказывала. Кто не видел, есть соль. Стори сохраненные. Ванилин мы исключаем испытания полностью, категорически. И в коем случае не покупаем в магазине вот этот ванилинчик в пакетиках. Это ужас. Дальше у нас опять киев-клип. Масло рафинированное подсолнечное. Опять разжигатель ванилин. Даже дозировку указали ванилина 0,04%. Они просто так указали, потому что, скорее всего, ванилин не самый лучший. И, скорее всего, на него даже есть смертельная доза. Друзья, у ванилина есть смертельная доза. Классно, да? То есть, если у чего-то есть смертельная доза. 1 грамм этого ужасно. И хлеб горчичное. Масло горчичное. Мы его как-то уже проверяли, эти, сушку. Это была единственная нормальная сушка. Потому что здесь масло горчичное. И я писала ребятам, они сказали, что оно не рафинированное. Поэтому эту сушку я оставляю здесь. Здесь прямо на головке написано с ванилином, видите? Написано ароматизатор ванилина в составе. Мы убираем бесповоротно. Сушки ванильные в составе. Ароматизатор ванилин. И при этом еще есть натуральный ароматизатор экстракт ванилина. Не ложите, пожалуйста, такое моим детям в сушку. Ну, не ложите. Так, а это у нас тот продукт, который мы взяли в отделе с... Или это не они? Или вот эти, или вот эти. Мы взяли в отделе для диабетиков. Так, мы будем смотреть состав. Так, сначала вот эти проверяем. Смотрим состав. Здесь у нас мука, сахар, масло подсолнечное, ароматизатор ванилина. Ну, зачем вы это делаете? Так, сушка здраво называется. Смотрю состав. Масло, масло дезодорированное, рафинированное, дрожжи, соль, разрыхлитель, ароматизатор ванилина. У нас столько сушки будет, и я птичек буду всю зиму кормить. У нас этот раз парк рядом. Так, киев, хлеб, малюшка. Масло рафинированное, соль, разрыхлитель. Я, кстати, вам говорила уже, я отлаживаю на подоконник. Плохой состав, но лучше, чем многие другие. Смотрите, в чем вещь. Разрыхлители, они плохо влияют на желудок ребенка. Они вспучивают животик, да, вздутие животика, простите, потом колики у ребенка. Поэтому, если у вас у ребенка проблема с животом, если ребенок очень маленький, исключаете все печенья, все-все, что может содержать разрыхлитель. Это касается и детских печенек, потому что многие печенья, типа вот эти вот малютка, все вот эти, вот они задержат разрыхлитель. очень часто, и будешь его избегать полностью. Так, давайте дальше. Сушка, малятка, глазуровань. Ванилин в составе есть, уже вижу. И масло рафинированное, дезодорированное. Убираю. У меня есть две сушки от Ашана. Одна в глазурь, а одна без. Сейчас почитаем, расскажу вам по составу. Что касается того, что в глазурь, ароматизатор ванилин, масло растительное, дезодорированное, рафинированное. Вот из-за ванилина отправляется вот туда, в носок. Так, здесь тоже ароматизатор ванилин. Я против ванилина вообще категорически. Даже если поставить на чаши высох масло рафинированное и ванилин. Ванилин вообще плохой. Вообще, не покупайте. Вы, пожалуйста, не ложите дома его в сырнички утром. Или что-то такое. Так, здесь тоже ванилин составили. Я уже вижу в конце масло. И здесь масло рафинированное еще. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошие сушки пока есть. Так, ванилин тоже в составе. А так масло рафинированное еще дезодорированное тоже есть. Так. Это сушки тоже клейп-хлеб. Слушайте, клейп-хлеб сколько разных делает сушек. Вот, здесь не положили в состав ванилин. Смотрите, мука, вода, масло рафинированное, сахар, семена льна, кунжут, дрожжа. Ну, дрожжа такое себе, маленьким детям очень надо, но соль кухон на разрыхлитель. Смотрите, а здесь еще вставать. Теперь, собственно говоря, самые дорогие сушки здесь 40. Клин стоили. Смотрим состав. Здесь мне его перевели-перевели. Ого, какой большой состав. Пшеничная мука, белое льно с сульфитами. Сульфиты вообще я против однозначно. Подсолнечное масло, оливковое масло, семена фенхеля, дрожжи, сульфиты. Но я против сульфитов. Однозначно категорически нет. Тут 40 гривен будет помогут. Еще вам хочу сказать, что некоторые торговые марки, мы купили несколько, сейчас покажу. Сушек было по несколько пачек. Это зачем я вам показываю? Потому что вот это вот все под постом, под этим IGTV. Можно угадывать стоимость всех сушек из этой проверки. И среди тех, кто угадает, и среди тех, кто угадает, кто первым угадает, точную цифру, именно цифру, на которой накуплено было сушек, получит от меня подарок. Подарок какой? Новогодний. Однозначно. Скорее всего, это будет новогодний гном, который у меня типа похож на елки стоит. Что-то подобное. Итого, результаты нашей проверки. У нас получается две пачки сушек от киев-хлип. Одна у нас горчичная, вторая с сольным и кунжутом. Это те, которые с нормальным составом, которые можно аккуратно давать детям лет после трех. Или если нет проблем с животиком, то можно чуть-чуть раньше давать, так чисто рассасывать, разгрызывать. Но аккуратно, смотрите, если проблемы с животом, исключайте всю вот такую вот выпечку. И еще вот такая вот, еще их здесь две, потому что они одинаковые на самом деле. И вот такая вот сушка, она чисто с рафинированным растительным маслом, это плохо. Но если вот этих вот двух нет, а вот это есть, это лучший вариант. Получается, у нас только киев-хлип сегодня прошел проверку. И то не все его сушки. Поэтому будьте внимательны. Я обязательно фото выставлю в сторис, сохраню в сохраненных сторис. Надеюсь, вам было полезно. Надеюсь, кому-то это пригодится, в общем-то. Угадывайте под постом, под этим в комментариях обязательно, на какую сумму было куплено сушек. Очень буду рада кого-то из вас порадовать. Уже в следующий вторник будет прямой эфир. Кто-то из вас получит подарок. 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 Продолжение следует...